Народ всем привет рад видеть вас на канале для взрослых и адекватных людей сегодня вместе с вами мы рассмотрим семь самых бюджетных зимних шин про которые вы чаще всего меня спрашиваете в популярном размере 205 на 55 на 16 впрочем эта информация будет справедлива и для других размеров я расскажу вам про плюсы и минусы данных шин а также что из них можно брать а какие шины покупать не стоит кстати кто еще не успел купить себе зимние шины ссылка на магазин наших партнеров люкс шина будет в описании цены там более чем адекватные пишите звоните заказывайте говорите что от меня парни все сделают в лучшем виде проконсультируют подберут шины под ваши нужды и ваш бюджет и в случае необходимости отправят их ваш город новинок в этом году как вы знаете у нас нет поэтому открывает наш обзор зимняя шина tunga nordway 2 с ценой 4140 рублей шинный бренд tunga принадлежит российскому зоокордиант восток который является частью холдинга сибур русские шины шины позиционируются как бюджетные и если кратко то это худшие шины на которых я когда-либо ездил причем на всех видах покрытия также они очень шумные и на них будет самый высокий расход топлива эти шины допустимы лишь для неспешной очень аккуратной езды по твердым дорогам хорошо очищенных от снега и льда на скользких покрытиях эти шины могут быть опасным даже на автомобилях с электронными помощниками категорически не рекомендую их покупать начинающим и неопытным водителям да и если честно то опытным тоже не советую далее у нас идет шина viati brina nordica vi 522 с ценой 4270 рублей за штуку шины viati производится в россии штаб-квартира бренда находится в городе альметьевск татарстан и принадлежит пао татнефть на льду и снегу эти шины ведут себя довольно самодостаточно но очень слабы на сухом и мокром асфальте хотя надо отметить что в комфорте и экономичности они могут составить конкуренцию более дорогим шинам из особенностей довольно резкие срывы в скольжении причем на любых покрытиях не подготовленного водителя такие реакции виде неожиданных срывов как минимум испугают хотелось бы иметь более мягкий переход к скольжению при потере сцепных свойств поэтому шины viati требуют уверенных навыков зимнего вождения чтобы вовремя парировать резкий срыв одной из осей данные шины удовлетворительно показывают себя на обледенелых и снежных дорогах а на сухом и мокром асфальте на таких шинах вы должны быть очень аккуратны эти недорогие шины я бы рекомендовал использовать тем кто не часто ездит по чистому асфальту имеет большой стаж зимнего вождения система стабилизации на автомобиле при использовании этих шин крайне желательно из плюсов неплохо для бюджетных шин ведут себя на льду и снегу плюс у них довольно прочная боковина из минусов на мокром и сухом асфальте чувствуют себя не очень уверенно плюс фиксация шипов оставляет желать лучшего этим шинам нужна качественная обкатка и тогда каких-то проблем с ними не будет кстати ссылку на видео как обкатывать шины правильно вы найдете также в описании следующая шина у нас также российского производителя это кардиан сноукросс или кардиан сноукросс 2 цены на них плюс-минус сейчас одинаковые 4720 рублей за сноукросс и за второй сноукросс 4840 рублей бренд кардиан принадлежит российскому производителю сибур русские шины шинный бренд кардиан был выведен маркетологами на рынок в 2005 году очень давненько уже под лозунгом российские шины для российских дорог дороги у нас сами знаете какие друзья посмотрим что шинами также как и виатте кардиан показывает посредственное торможение на мокром и сухом асфальте зато на удивление неплохо ведут себя на льду и снегу для бюджетной шины в целом если вы не требуете от бюджетных шин характеристики 10 хакапелиты или мишлена то кардиан сноукросс 2 можно рассмотреть как неплохой бюджетный вариант для езды преимущественно по заснеженным и обледенелым дорогам и трассам если у вас город где преобладает чистый или мокрый асфальт я бы на вашем месте рассмотрел другие варианты но вот мы добрались и до китайских шин которые за доступных цен стали очень популярны на нашем рынке встречайте сайлун ice blazer wst3 правда с ростом популярности стала расти и цена на текущий момент эти шины сто четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей сайлун это китайский производитель шин который решил создавать шины европейского качества но по более лояльным ценам кто-то хвалит китайские шины кто-то их ругает я скажу так данные шины создавались для теплых европейских зим где нет морозов они неплохо ведут себя на чистом и даже на мокром асфальте за счет довольно жесткого состава резины но на морозе они дубеют соответственно имеем полный провал на льду и очень слабые результаты на снегу конечно их можно брать для езды в городах с теплой и мягкой зимой где минимум снега и льда в условиях холодных и снежных зим плюсов у этих шин вы не найдете эта шина создавалась для мягких европейских зим с упором на асфальтовые покрытия на скользких покрытиях эти шины могут быть опасны даже на автомобилях с электронными помощниками не рекомендую для начинающих водителей но стоит признать и тот факт что китайские шинники быстро прогрессируют совсем недавно они ничего не могли показать даже на сухих и мокрых покрытиях а сейчас уже очень даже неплохо вполне возможно что следующее поколение данных шин доработают с поправкой на суровый климат россии и тогда кто знает как они себя покажут далее по цене у нас следует ледовый тигр шина тигр айс по цене 5560 рублей тигр айс продукт сербской компании принадлежащий мишлен как любят говорить некоторые продавцы это по факту тот же мишлен только дешевле вот есть один момент в отличие от родительского мишлена ледовый тигр так же как и китайский сайлун шина для теплой мягкой европейской зимы она хорошо себя показывает на асфальте но провально слаба на льду и снегу а все потому что в шину установлены практически беспомощные шипы можно смело брать для езды в городах с мягкой зимой где минимум снега и льда напомню что родительский мишлен вгрызается в снег и лед как настоящий тигр поэтому не стоит верить шаблонным фразам что это то же самое только дешевле следом мы рассмотрим шину формула из которая стоит уже 5920 рублей бренд формула из принадлежит компании пирелли это бюджетная шина которую создавали с оглядкой на страны северной европы которые характеризуются экстремальными зимними погодными условиями и в целом шина это подтверждает они неплохо показывают себя в упражнениях на льду и снегу если не увлекаться скоростью в поворотах конечно все же это не топовый продукт на сухом и мокром асфальте при резких маневров есть некоторые вопросы к стабильности но в целом неплохо без провалов при этом формула из достаточно экономично в общем недорогая сбалансированная зимняя шина без ярко выраженных провалов на любом типе покрытия что уже очень неплохо для бюджетной шины ну и замыкает наш обзор шина matador mp30 sibir ice 2 по цене 6100 рублей бренд matador принадлежит немецкому концерну continental matador это недорогие шины в бюджетном и средних сегментах рынка данные шины хорошо показывают себя на сухом асфальте средне на мокром однако несмотря на свое название sibir ice в зимних дисциплинах ее результаты могли бы быть гораздо лучше на льду обеспечивают очень слабое продольное сцепление в поворотах возникает резкий прогрессирующий занос начальной фазе чуть опоздали и ничто не поможет удержать машину от разворота на снегу слабая курсовая устойчивость и сложная управляемость торможение на льду также очень слабая при этом они достаточно шумные и достаточно жесткие зато расход топлива на них весьма скромен если честно то я ожидал от continental а шину без ярко выраженных провалов особенно на льду понятное дело что шина subrent она играет в бюджетном сегменте но тем не менее continental делать хорошие шины может и умеет если резюмируется вышесказанное друзья выбрать бюджетные шины до понизу рынка очень и очень непростая задача как видите в любом случае это будет некий компромисс также стоит учитывать климат в котором вы живете чистят ли у вас дороги или большую часть времени под колесом находится снег и лед если ваш бюджет крайне ограничены у вас холодные и снежные зимы я бы рекомендовал выбрать кардиан snow cross 2 если зима мягко и преимущественно у вас чистые дороги но вы иногда выбираетесь на трассу рассмотрите sailun ice blazer wst3 или tiger ice шины формула из являются универсальным бюджетным вариантом это конечно не топовые шины но и каких-либо ярких провалов какой-либо дисциплины у них тоже нет если у вас большие перепады температур то снег то мокро асфальт то опять снег и лед берите смело их друзья мои выбирать любом случае предстоит только вам но помните одну очень важную мысль если зимние шины сколько бы они не стоили хотя бы один раз спасли вас за зиму они себя уже окупили прикиньте стоимость мордашки вашего красивого автомобиля в текущих реалиях и как показывает практика не хватает водителям которые попадают в дтп по большей части нескольких сантиметров которые могут дать немножечко лучшие шины которые вы выберете исходя из тех условий эксплуатации в которых движетесь только вы если понравился наш топ бюджетных шин ставьте лайк поддержите наше видео и мы сделаем обзор шин по критерию цена-качество напомню что выбрать и купить шины по хорошей цене вы всегда сможете у наших партнеров по ссылке в описании магазин люкс шина берегите себя друзья берегите своих близких не экономьте сильно на зимних шинах подписывайтесь на канал и скоро увидимся